Но другим объектом спецоперации после убийства Навального стала его жена Юлия. Сразу хочу сказать об одной гадости, которую запустили люди, известно кто, но это бог с ним. Но сам просто хочу воспользоваться моментом, чтобы сказать, что по социальным сетям сейчас путешествует фальшивка, которую очень многие наивные люди воспринимают как действительно реальность. Это аудиозапись якобы матери Навального с обвинениями Юлии Навальной. Там масса гадостей каких-то, вдове Алексея Навального говорится. Обратите внимание, это фальшивка. Не верьте. Эта фальшивка произведена с помощью искусственного интеллекта. И что характерно, если в этой фальшивке отсутствует видеоизображение, там только аудио, то увидите эту фальшивку, сразу же отбрасывайте и по возможности объясните тому, кто вам ее прислал, что это как бы фальшивка, который распространяется для дискредитации Навального. Никакого отношения к реальности, все то, что там рассказано, не имеет. Давным-давно это разоблачено. Ну и сразу, в общем-то, опытные люди сразу это распознают. Ну вот, не успело остыть тело Алексея Навального, как в эфире Соловьев Лайф на его вдову обрушился с клеветой некто Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москва. После сюжета, давайте посмотрим сюжет, потом я расскажу, кто это такой. И в получении чего-либо, ну что не запрещено законом, но все мог получать в полном объеме, даже больше. При этом жена его часто посещала? Нет, ни разу его не посещала супруга, хотя все возможности посетить были. И вот я еще раз хочу повторить, что каждый день к нему ходил адвокат, к нему ездили мы, правозащитники, даже там, когда на отдаление ходили. То есть, если бы у жены было желание, она могла его посещать, ну, по крайней мере, за это время несколько раз точно могла бы там быть? Сто процентов. И краткосрочные свидания, и долгосрочные свидания. И семья вполне могла его посещать, и супругу уж тем более. Поэтому в этом праве никто его не ограничивал, и, в принципе, кто хотел, кто имел право по закону посещать, все этим правом пользовались. В том числе, оно было у Юлии Навального. Ну, зато сейчас, как я понимаю, она прям страшная вдова. После того, как он... Значит, вот это вот обилие гадостей и клеветы на Юлию Навального действительно сейчас идет форсированными ударными темпами. Прежде всего, это связано с тем, что Юлия Навальная сейчас очень активно занимается политикой. Она встречалась с Байденом, она выступала, только что выступала на европейских форумах. То есть, на самом деле, ну, и плюс к этому, значит, обсуждаются разные варианты его лидерства политического. Ну, с этим пока, естественно, вопрос, потому что это все впереди. Пока она занята в основном попытками все-таки придать тело своего супруга земле. Поэтому об этом рано говорить. Но в любом случае дискредитация ее идет уже полным ходом. Субтитры создавал DimaTorzok